Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин Ваше Святейшество, дорогие друзья, уважаемые коллеги, вопросы русского языка и литературы мы обсуждаем не впервые, и они заслуживают, может быть, и большего, чем сделанного до сих пор, и большего внимания, потому что речь идёт о сохранении ни больше, ни меньше национальной идентичности, о том, чтобы быть и оставаться народом со своим характером, со своими традициями, со своей самобытностью, не утратить историческую преемственность и связь поколений. Для русских это означает быть и оставаться русскими, но и не только в этом роли русского языка. Роль русского языка в такой многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия, ещё и в том, чтобы создавать единую российскую нацию, быть языком межнационального общения. После Российского литературного собрания в ноябре 2013 года и государством, и общественными организациями были предприняты конкретные шаги по сохранению и развитию русского языка, по возвращению интереса к чтению и поддержке отечественной литературы, и, конечно, по углублению гуманитарной составляющей образования. В наши школы вернулось сочинение, а русский язык и литература вновь выделены в самостоятельную предметную область. Была организована работа по созданию единой концепции преподавания русского языка и литературы, и заметно активизировалась деятельность общероссийских учительских организаций. С успехом в 2015 году прошёл и год литературы, а центральное событие года – фестиваль на Красной площади Книги России – стал теперь ежегодным. Не сомневаюсь, что ещё большую динамику работе по поддержке и развитию русского языка и литературы придаст ей общество русской словесности. Как преемник общества любителей российской словесности, созданного в 1811 году, оно призвано объединить профессионалов и экспертов, учителей и родителей, деятелей культуры, стать площадкой для выработки консолидированных подходов по вопросам продвижения русского языка, популяризации отечественной литературы, помощи молодым и талантливым писателям. И, конечно, решение о проблем филологического образования. Причём речь не только об обеспечении общественной и экспертной оценки учебных и учебно-методических материалов, но и об участии в доработке федеральных государственных образовательных стандартов в части русского языка и литературы, в подготовке профильных программ обучения и списка литературных произведений, которые обязательно должны знать подрастающие поколения. Опыт такого рода у наших авторитетных общественных организаций есть. Достаточно вспомнить российское историческое и российское географическое общество, которое успешно разрабатывает образовательные концепции в своих сферах. Я очень рассчитываю, уважаемые коллеги, что общество русской словесности станет и одним из ключевых участников реализации государственной культурной политики, основы которой были утверждены в 2014 году. Ведь одно из центральных мест этого документа отведено именно проблемам русского языка и литературы. В этой работе вы можете рассчитывать на самую серьёзную поддержку со стороны государства. Здесь уместно вспомнить мастера слова Александра Ивановича Куприна. Он называл русский язык «историей народа» и путём цивилизации и культуры. Считал его изучение и сбережение не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью. И это очень глубокое справедливое утверждение. Вновь повторю, сбережение русского языка, литературы и нашей культуры – это вопросы национальной безопасности, о сохранении своей идентичности в глобальном мире. Россия не раз переживала коренные переломы традиционных культурных устоев и всегда черпала силы в возвращении к своим духовным и историческим ценностям. А русская классическая литература, эталонный русский язык всегда остаются основами этих ценностей. Они необходимы, чтобы мы понимали друг друга не только на уровне простейшей коммуникации и сиюминутных потребностей. Это связь с историей и культурой своего народа и сопричастность к судьбе Отечества. То, что объединяет людей в нацию. И мы должны сделать всё, чтобы знания классической и современной литературы, грамотная речь, стали неотъемлемой частью жизни страны. По сути, правилам хорошего тона, чтобы это стало модным. Чтобы об их сохранении и развитии заботилось всё наше общество. Решить эти задачи возможно только лишь через последовательную работу, через продуманные масштабные программы, в которых примут участие не только заинтересованные органы власти, но и, самое главное, граждане нашей страны. И здесь, повторю, обществу русской словесности отводится особая роль. Оно должно стать мощным научно-просветительским объединением, реализовывать проекты в области образования, средств массовой информации, искусства, поддерживать инициативы граждан. И, конечно, правильно будет обратиться и к лучшим мировым традициям, к лучшим мировой практике. Учесть опыт коллег из Королевского литературного общества Великобритании, Итальянского института культуры и Испанского института Сервантеса, Немецкого института Гёте и Китайского института Конфуции. В том числе в вопросах популяризации национальных языков и культуры за рубежом. Ещё раз хотел бы повторить. Литературное наследие России и уникальный по своей выразительности и многогранности русский язык – это наше национальное достояние, которым мы по праву гордимся и которое обязаны сохранять. Я очень рассчитываю, дорогие коллеги и друзья, что общество русской словесности станет одним из самых активных, неравнодушных участников этой важнейшей для России работы, для всех наших граждан деятельности. И искренне, от всего сердца, желаю вам удачи. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...